Долгожданная летняя жара после холодной и дождливой весны. Так ли она безобидна на первый взгляд и как быть тем, кто ежегодно вынужден скрываться от палящих лучей солнца из-за проблем со здоровьем? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы встретились с врачами и опросили самарцев, которые поделились с нами народными лайфхаками. По мнению медицинских работников, в первую очередь знойная погода опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Чтобы не навредить здоровью в летние месяцы, врачи рекомендуют пациентам соблюдать гидробаланс, то есть пить больше жидкости, которая уходит из организма через пот. Лучше всего использовать лечебные минеральные воды, содержащие в своем составе соль. Здесь также на помощь придут несладкие компоты и морсы на основе натуральных фруктов и ягод. Кроме того, всем без исключения врачи рекомендуют следить за своим пищевым поведением. В жару наш организм расходует больше энергии для переработки высококалорийных продуктов. Это обусловлено увеличением процесса обмена веществ. Даже привычные и любимые всеми лакомства могут стать причиной дискомфорта и выбить вас на несколько дней из привычного ритма жизни. Это тоже мороженое, но достаточно высококалорийное. И хотя мы пытаемся вроде бы себя охладить, на самом деле это не приносит большой пользы, а только увеличивается основной обмен. Рекомендуется есть достаточно простую пищу, овощи, фрукты, окрошку, всеми любимую, овощные супы. Это оптимальное питание. Особенно внимательными нужно быть пациентам, которые находятся под наблюдением врачей. В жару людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, необходимо советоваться с медицинскими работниками. При повышении артериального давления и учащении частоты сердечных сокращений нужно увеличить дозировку принимаемых препаратов. Скорректировать базовую терапию может только доктор, поэтому заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Если проблем со здоровьем у вас нет, можно смело наслаждаться теплыми деньками в городских парках, скверах и на набережной. Самарцы, которые устали ждать лето, поделились с нашей съемочной группой своими советами. Некоторые из них не совпали с рекомендациями врачей. Борьбы никакой нет, наоборот, надо радоваться, что жара. А так, питье, закаливание. Мороженое побольше есть. Это город-курорт, залога, самарская лука. Кататься по утрам, ну, немножко перекраиваешь расписание, встаешь пораньше, катаешься. Ну, по-моему, я не сопротивляюсь вообще этому. Это же хорошо, тем более, что такая холодная весна. Переехать в Питер. Я в прошлом году переехала, там тоже жарко было. Я не знаю, ну, купаться, наверное, на Волге, ходить в офисе, сидеть с национерами. Последний совет от Полины, которая переехала в северную столицу, но все равно не скрылась от летней жары, может скорее навредить. Ведь при неправильном использовании современные сплит-системы способны отправить человека в постель минимум на неделю. Кондиционерами нужно пользоваться правильно. Только тогда они станут надежными инструментами в борьбе с изнуряющим зноем. Рекомендуется выстроить правильную температуру, то есть не менее 22 градуса, то есть это 23-22 градуса, и не находиться постоянно. То есть охладили комнату, выключили, охладили комнату, выключили, и под прямым воздухом, конечно, не сидеть. И напоследок для тех, кто планирует активно провести купальный сезон на водоемах Самары и других населенных пунктов нашего региона. Врачи не рекомендуют проводить в воде слишком много времени. Лучше чередовать прием солнечных ванн и забавы на воде. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова